Легенды старой Праги Великолепный вид открывается каждому, кто направится к Пражскому граду с Нерудовой улицы или по замковой лестнице. Когда вы будете стоять на площадке под колонной со статуей Девы Марии, вспомните о несчастной женщине, которая день за днем ждала здесь своего возлюбленного. Рассказывают, что во Шварценбергском дворце одно время жил богатый чиновник. Он был скупым и неприятным, зато его единственная дочь была добрейшим и красивейшим созданием. И эта девушка в рассвете лет воспылала любовью к бедному юноше, который жил по соседству. Каждый день они встречались у колонны Девы Марии над замковой лестницей и вместе прогуливались. Они любили так страстно, что не могли жить друг без друга. Девушка рассказала о своей любви отцу, но это плохо закончилось. Отец очень рассердился, что дочь унижает себя общением с нищетой и запретил ей встречаться с юношей. Из дома ее не выпускали ни на шаг. Отец приглашал одного за другим богатых женихов, но напрасно. Как только наступал вечер, девушка в своем окне зажигала свечку. Вскоре ей отвечала свечка в окне юноши в небогатом жилище внизу. И через пару минут оба они в объятиях друг друга стояли под статуей Девы Марии. Однако отец девушки вскоре узнал об их встречах и устроил так, чтобы юношу забрали на войну. Последний вечер вместе влюбленные стояли под статуей, плакали и клялись друг другу в вечной любви. Они договорились, что девушка каждый вечер будет ждать знак, после которого они встретятся на этом же месте. Девушка ждала. Время шло. Она уже стала женщиной в годах, а милый все не возвращался. Отец умер. Ей пришлось переехать из дворца. Из нового жилища ей было не видно окно ее любимого. Поэтому она каждый вечер приходила к статуе Девы Марии, чтобы не пропустить встречу со своим милым. День за днем, в любую погоду, стояла она под колонной Девы Марии. Все в той же одежде, чтобы он сразу ее узнал. Шли годы. Женщина превратилась в старушку. Она не обращала внимания на насмешки окружающих и упорно приходила сюда в надежде на встречу со своей любовью. Однажды, морозным утром, во время обхода, стража нашла под колонной Девы Марии насмерть замерзшую женщину. На ее лице, как бриллианты, сверкали две слезины. Старушка перед самой смертью поняла, что уже никогда не увидит своего любимого. Когда будете стоять на смотровой площадке, посмотрите на статую Девы Марии и пожелайте покоя души женщины, которая пронесла любовь через всю свою жизнь. Перевод Галины Пунтусовой читала Юлия Романова-Кутияна. Субтитры создавал DimaTorzok